Итак, всем привет, с вами Дубгай, и мы продолжаем играть за народный, сверхъестественный союз провиденса под лавкрафтом, который левак. Что ж, если вы хотите не пропускать и другие видео, обязательно подписывайтесь, а мы продолжаем эту безумную партию. И мы тут получили КБ на весь мир, и, ну, потихоньку будем сейчас его съедать. Я думаю, мы, конечно, не будем доедать, как я и говорил, всякие мелкие страны, но сейчас добьем здесь, высадимся в Британию, что-нибудь здесь потихоньку будем подъедать. Ну и после чего просто победим весь Респект, потом еще и этот вот Евразийский блок, и останемся, в принципе, единственным мировым лидером. Потому что нам надо спасти этот мир. Поехали. Вот, наконец-таки, мы здесь смогли эти войска освободить, потеряли мы в итоге целых 4 дивизии. Вот здесь вот. Неудачно получилось, но что поделать, главное, что мы, наконец-таки, взяли здесь порт, и можем вскоре высаживаться в Британию. Честно говоря, я предполагаю, что Норвежский союз нанес нам больше потерь, чем любая другая страна. Ну, океанские штаты тоже, конечно, понаносили, но по именно процентам потерь, конечно, да. Это самая сильная страна пока что. И вот мы забираем Норвежский союз, у них реально была только Исландия уже. И планируем теперь высадку в Британию, наконец-таки. Я бы даже, может, сначала в Ирландию, в целом, но вообще, вообще уже ладно, в принципе. Хотя, не, ну да, давайте сразу уже вот сюда, а там дальше посмотрим. И мы уже планируем нашу высадку и ее стартуем. Единственное, я уберу вот этот приказ по той простой причине, что они будут супер перегружать припасы в порту вот здесь вот. То есть мы захватим порт, а все снабжение уйдет на флот. К сожалению, нельзя никогда приоритетировать, и это всегда так работает, смешно. Так что мы просто не будем флот рядом держать. И высадка начинается, кстати говоря, там даже механизированы дивизии, вау. Другой вопрос, мы сможем ли мы высадиться и... А, нет. Точнее, как бы да. Надо нажать, я думаю, вот так, это достаточно опасно. Но мне надо высадиться вот здесь. И мне нужно успеть, чтобы дивизии до этого момента продержались. Слушайте, там слишком много дивизий. Нам нужна Ирландия как авиабаза, я считаю. Ну, вот так вот, да, да, нам нужна Ирландия. Здесь просто слишком много дивизий. В принципе, 44-й год справедливо. Джон Кеннеди провалился с высткой. Вся вина лежит полностью на данном генерале, конечно же. Точно не на командовании. Мы поэтому отправляемся в новую выстку. Все-таки начнем с Ирландии. Потом получим авиацию, а под авиацией уже мы что угодно пробьем. И вы не поверите, в 44-й год, наконец-таки, гражданская война закончилась. Господи, там все еще эффекты черного понедельника действуют. Все еще перелом общества. Жесть. Страна, конечно, да, безумно пострадала. И нам нужно заменить... Заменить было всего 4 дивизий, теперь 12. Ну, ничего. У нас, благо, ресурсы уже давно не ограничены. То есть мы довоевали, но мы довоевали только пока. У нас есть КБ на буквально все. Абсолютно все. Поэтому мы сразу же двигаемся дальше. Начало останавливаться. Так же, как и здесь. Можем напасть на Непал, а нападаем. Поехали. Только я вижу, что там Германия высадилась, кстати говоря. Надо поэтому срочно сейчас будет... Господи, это было незаметно. А! А, пролив, который незаметен. Я понял. Тогда мы сейчас идем вот сюда. И пушим до пролива, а там попробуем самим вспомнить об этом проливе. И добить немцев полностью там. Ладно, как называется Иверния. Не знаю почему. Гайльский. Что-то, короче, они, видимо, откатились к самым предкам. Каким-нибудь что-нибудь такое. И взяли свое старое какое-нибудь название. Не знаю. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. Ну что ж, на Ирландии-то мы точно, я думаю, сможем взять. Давайте кайфлот сюда тоже поставим. Чуть-чуть помочь. Вот так вот. Потом уберем все-таки. Ну, на всякий случай, пускай подъедет. Он, как бы, вроде должен успевать. Ну, это тут уже сразу с первого дня. У нас зеленый цвет. Выстки. Ну, это выстка, как бы, успешная. Проблема буквально ноль. Да, надо было, наверное, сразу в Ирландии. Ну, ладно. Не то, чтобы мы сильно боялись того, что у нас ресурсы кончатся, опять-таки. У нас они уже слишком бесконечные. Так, падение Дублина. Давайте-ка делаем здесь авиабазу. Может, это же сразу побольше авиабаз. Забираем еще сейчас Белфласт. И, в принципе, будет капитуляция. Слушайте, что-то они долго не капитулируют. А у них, может, еще где-то корки есть. Нет, ну, сейчас у них, понятно, Дублина вернулся вообще. Но они и без Дублина весь не очень хотят капитулировать. Реально надо захватить прямо почти что все. Ужас. Более того, вот, буквально каждую провинцию надо захватить, чтобы они капнули. Буквально каждую. Очень я не люблю, когда такая ситуация происходит с странами. Ну, ладно. Не то, чтобы нам это сильно мешало. Ну, и начинаем мы уничтожать британский воздух. Размены приятные, конечно. И вот я запушил сюда. А у меня появился на востоке вот здесь вот фронт. Видимо, где-то то ли здесь высадились, то ли что. Ух, как же я не люблю всем этим заниматься. Но придется. Что поделать. Так что давайте-ка вот так. И потом пойдем восточный фронт держать. И мы добили Цейлон полностью. Если говоря, это, я думаю, скорее всего лишило Германии производства резины. У нас резины хватает, кстати говоря. У нас резины хватает, в принципе, уже и с наших резиновых плантаций, так называемых, в Америке. Вся Америка резину производит. Отлично. Алюминия немножко не хватает, но плевать. Ну, и теперь этот фронт мы пушим на восток, что я могу сказать. И готовимся вот здесь вот высаживаться. В принципе, что? В принципе, мы уже готовы. Так что давайте-ка вот так. Я еще вверху, может быть, немножко тактикула закину. И так их уже две сотни. Ну, пускай будет еще побольше. Немного небольшие перегрузы, но на самом деле сейчас мы, во-первых, достроим. Во-вторых, там, ладно, мы не достроим. Но там самолеты не наши. И что я могу сказать вам? Ситуация как-то тяжелая. Да. Но. Но. Но у нас есть авиация. Тяжелая ситуация, видите, резко меняется. Можно нажать еще вот так. Потому что мы это сможем пережить в этот раз. Потому что у нас есть опять-таки что? Правильно. Авиация. И мы взяли Ливерпуль. Порт у нас теперь есть. Прибрасываем сюда все силы. И готовимся наступать на юг, до Лондона. Потом еще и север добьем. И пробуем мы контратаковать уже. Вроде как отлично получается. Да. Под нашей авиацией, конечно, нормально. Попорядок останавливается в бреднингах. Но это все ожидаемо. Давайте немножечко распределим наши бомбардировщики. Ну и добавим сверху еще. Все-таки у нас их, да черт возьми, очень-очень много. Начинает британский союз снести потери от нашего сверхъестественного союза. Мы, конечно, тоже понесли. Но в основном это были именно вот эти неудачные высадки. В среднем нормально все. Кстати говоря, рейдят они нас авиационно. Ну, что поделать. Сейчас полетание блузнет, тогда и перестанут. Или мы поставим просто кучу авиации сюда. И тоже все станет намного веселее здесь. Ну, кстати, мы уже следовали атомные бомбы. Скоро мы достроим первые реакторы. И будет весело. Ну, здесь мы армию подготовили, но не напали. Теперь напали. Авиация здесь работает, помогает. Можно, я думаю, вот этим армиям тоже что-то еще делать параллельное. Допустим, нападать на Иран. Ну, а что? Ну, да. Ну, а чего нет? Хотя, вообще-вообще. Лучше, конечно, потихоньку поехать в Африку. И в Африке что-то чем-то заниматься. Да. Поэтому давайте их все-таки вот сюда отправим. Здесь Португалия есть, которая имеет здесь какие-то территории. Давайте, да. Займемся Португалией. Она ни в каком альянсе. И потихоньку будем идти на север в Африке. И я уже заранее начинаю тратить немецкую авиацию. Сюда вот поставил приказ. Пускай они здесь со мной в воздухе борются. И теряют самолеты. В момент войны в Германии, я думаю, неплохую часть из них я уже должен буду пролетить. Ну и пока мы везде воюем, Центр-Америка уже капнула нам. Отправляем нашу армию дальше. Вот сюда я не хочу пока объявлять войну. Кстати говоря, нет, окей. Мне казалось, что мы там высадились, типа вот так вот выглядело. Но нет. Просто здесь едем. Кстати говоря, через не самый удачный регион. Ну ладно. Можно было бы явить войну сюда, но я хотел бы не воевать пока что с Японией. Азией мы займемся чуть попозже. Как бы поэтому оставим. Оставим это на потом, на Новый год, как говорится. А мы просто идем дальше. Потому что, ну, а кто нам что сделает? Мы как бы, мы союз с Японией, естественного провиденция, да? Кто нам что сделает реально? Сделал Коста-Рику, а еще и Квадор капнул. Приятно? Ну, приятно, да. Интересно, почему он тоже капнул? Он что? Коста-Рика что была великой державой? Ну, походу, да. Мы сейчас здесь на позиции. Португалия, здорово. Пока. Ну и, конечно же, не забываем поставить авиацию еще тоже в Южной Африке. Единственное, вот эти ребята все никак не призовутся. Хотя они призвались почти что против всего, но вот против Португалии почему-то не сработало. Ладно. Здесь вроде как у наших ребят все успешно и так, поэтому я оставлю им там автономию. Но вот здесь вот как они призовутся. Блин, может перезайти надо или что? Тогда и будем вести наступление. Но как-то, видите, не хотят они. О, да, переход помог. Ну, перезоход еще появлял другим странам тоже войны. И да, стало получше, теперь они хотя бы наступают. Отлично. Здесь тем временем мы почти что освободили Берманский союз. И параллельно с этим почти что выбили немцев из Юго-Восточной Азии. Но предстоит нам еще некоторый путь тут, потому что... Блин, я так понял, они типа вот здесь вот как-то пробились что-то и пошли туда. Так что, короче говоря, надо все-таки начинать войну с Японии в ближайшее время. Ну, я думаю, в один момент начнем. И мы берем Лондон. Мы справимся с ошибками. Ну да. И падает сразу весь Интернационал. Точнее то, что от него осталось. То есть, Британия и ее марионетки. Будем сейчас забирать все. И вот так вот, где теперь мир. Мы все еще воюем с большей его частью. Так что, расслабляться нам не стоит. В Европе, кстати говоря, у нас здесь вот такой вот фронт образовался. Надо бы на самом деле туда некоторые дивизии отправить. А именно вот эти две армии. Вот таким вот образом попробуем. Скорее всего, прям супер быстро не успеем. Но в какой-то момент, я думаю, дойдут. Здесь они продолжают идти. И самое главное, мы продолжаем нанимать вот здесь дивизии. Потому что, ну, нам, очевидно, этих армий просто не хватает. Потому что мы воюем со всем, черт возьми, миром. Так что, ну, эти пускай едут, мужики. Скорее всего, они успеют что-то, какие-то территории защитить. Но вряд ли все. Вот такие вот потери у немецкой авиации. Солидные, солидные. Все, что я могу сказать, но это... Да, потери солидные. Здесь мы добиваем Панаму. Крати говоря, видите, они здесь просто так стояли. Очень долгое время. И не добивали последнюю провинцию. Из-за этого она не капала. Ну, теперь капнула. И там еще кто-то с ними воевал, судя по всему. Да. Но нам это не сильно интересно. Нам интересно продолжать наше наступление. И мы теперь входим в Колумбию. В Юго-Восточной Азии же мы полностью добили немецкие силы. Прекрасно. Ну, тут португальская была одна территория. Одна провинция. И из нее они начали наступление свое. Неприятно, но я думаю, мы сейчас с ним разберемся. И сюда тоже авиация переходит. Мы сюда нападаем. Кстати говоря, уже начинают производиться реактивные тяжелые истребители. Вот такие. Безумное безумие. Здесь тоже безумное безумие. Ну, а что? Бабки есть. Почему бы и не производить? У меня, видите, 500 военных заводов просто лежат, ну, без дела. 200 верфей. Потому что, ну, что мне еще надо? Все, что не надо, у меня уже есть. Здесь, кстати говоря, мы установили фронт. Кое-как. Как вы остановитесь? И давайте сразу, пускай они планируют наступление. Да, потери в авиации, конечно, интересные. Интересные. Но это еще, я думаю, не конец. Давайте-ка перебросим вот эту авиацию сюда. Возможно, еще задеплеем какую-нибудь. И сделаем ситуацию еще любопытнее. Ну и да, наша авиация непобедима, а что? Теперь бомбим, в принципе, все их территории. И по авиации размениваемся тоже везде с космическими цифрами. Так работают эти супердорогие самолеты. Но не повторяйте это в мультиплеере. Или хоть сколько-то сложной партии, потому что это не кост-эффектив точно. Кстати говоря, ресурсы подросли немножко. Поэтому я такой подумал, блин, а что бы нам не взять себе на производить еще 150 истребителей. Точнее, 150 военных заводов отправить на производство этих истребителей. Потому что ресурсы у нас, все, что мы захватываем, все переходит нам напрямую. Опять-таки напоминаю, у нас все национальное. У нас ресурсы пробафаны просто космические. Да, мы ничего не отдаем на торговлю. У нас еще командная экономика, но лишь ресурсы на продажу, куча бафов. В общем-то, реально безумное безумие. И я так подумал, блин, а что это мы тут так долго воюем совсем? Тут какие-то эти... Почему бы нам просто не бить войну всей Африки? И одним фронтом не пушить эту всю Африку? Верно. Есть только нюанс. У нас на некоторые страны нету КБ. Вот где-то я здесь находил что-то. Возможно, они появились после уже... После того, как нам давали КБ на все. В этом случае, я думаю... Я думаю, пойдет. Ладно, чтобы уже как бы это... Все было как надо. Вот так. И теперь мы упрощаем ситуацию для нас. Делая вот такой вот фронт. Делая вот такой вот приказ. Отлично. Приказ из рели готов. Пускай выполняют. И на нас начали... Нас начали душить с юга. Черт возьми. К этому я не был готов. Придется сделать опасное. Мы делаем вот так. То есть фронт удерживает только одна армия. Это супер критично опасно. А эта армия уходит вот сюда на юг. Испания, видимо, куда-то вступила. Ну что нам придется? Нам придется теперь сражаться в таких вот условиях. И да, нам срочно сюда нужны дополнительные армии. Ну, в общем-то, они уже почти готовы. Я думаю, уже можно их и задеплоить. Отлично. То есть каким-то образом получилась вот такая вот смешная ситуация, что... Нам вот здесь вот в туза пошли. Я понятия не имею, как это произошло. Но, конечно же, это остановим вот таким вот образом. Да. Только мы тут можем в туза заходить. Но наши войска здесь имеют некоторые проблемы. С другой стороны, авиация есть. Так что, конечно, с подавиацией проблем нет. Но неприятно. Неприятно почему-то. Я не очень понял, как так произошло. Ведь мы вроде как контролировали здесь всю территорию. Но получается нет. Или мы уже в снабжении. Сейчас здесь всех колумбийцев... Берем отсюда, да. Но странно, странно. Здесь нас еще вот здесь вот дужат. Господи. Нас дужат везде. Что мы такого им сделали, не пойму никак. Как будто мы взяли и сами убили войну мира. Ну, серьезно. Так что, ну, ничего, мы справимся. Вот здесь вот с португальцами, допустим, мы уже справились. Вот сюда вот есть, как говорят, наша вот эта армия. Будем мы готовиться к конфликту с японцами. Нам тут еще надо с этими ребятами как-то что-то разобраться. Так что сюда мы тоже сейчас едем. В общем, у нас еще очень много дел. Очень много нападений, которых надо примитивно предотвратить. Итак, вот Колумбия и Венесуэла тоже теперь готовы. У нас столько много работы. Но мы трудимся в самом поте лица. Теперь дальше идем. Во-первых, вот здесь вот. Вот здесь вот мы пока еще не начинаем наступление. Хотя вот здесь вот уже можно. Надо бы избавиться от Испании и Португалии. Они слишком угрожают нашим границам, я считаю. И, в принципе, их вообще надо спасти. Конечно же, не забывайте самое главное. Все они нуждаются в спасении, которое мы им несем. Вот Афганистан сейчас будет успешно спасен. Отлично. Здесь мы уже скоро будем начинать спасение Японии. Хотя пока не спешим с этим. Вот здесь вот. Кстати, ситуация не такая спокойная. Надо бы сюда еще принести больше войск спасения. Итак, начинаем операцию по спасению Перу от космической угрозы. Здесь пока что мы еще не спешим никуда. Хотя, ну, немножко спешим, но так не спешим. Космическая угроза, она-то идет, поэтому мы не можем просто так ждать. Но, в целом, войскам пока не спешим. Особенно здесь, в Европе, как бы. Пока мы здесь везде воюем. Авиация наша разменивается. Авиация Германии потихоньку исходит просто на нет. Логистика Германии исходит просто на нет. Здесь нам точно спешить некуда. Хотя промышленность, кстати говоря, у них солидная. Как бы уже в той степени, когда, ну, в принципе, плевать на какие-то потери. Промышленность этого устанавливает все моментально. И, в принципе, там единственный реальный ресурс, который может закончиться у Германии, это люди. Но вряд ли. У нас, в принципе, никакие ресурсы уже закончиться не могут. Итак, Афганистан был спасен. Отправляемся спасать Иран. И в Иране надо еще и... Иран, Персия. Ну, ладно. Персия так Персия, Иран так Иран. Нам, в принципе, без разницы, кого спасать. Спасаем все равно всех. Как бы, да, мы, видите, раз его законы все отменили, нам без разницы. Кто вы, мы вас в любом случае спасем. Так что, да. Иран сейчас тоже. Начинаем спасение. Авиация уже работает. Кстати говоря, авиация начинает... Да, не в том регионе работать, потому что... А, из-за того, что они нас атакуют, а не мы их. Но в целом нормально, нормально. Армия какая-то все едет, но туда вот, в Юго-Восточную Азию, очень долго. Здесь у нас некоторые проблемы. Да. Но как проблемы? В целом все еще нормально. Особенно учитывая то, что здесь авиация работает, и мы постоянно движемся на север. Но здесь вот такая вот ситуация есть. Как бы, да, Германия немножко нас душит. Но мы начали душить подводными лодками их снабжение и их подкрепление. Так что, я думаю, они закончатся в один момент. Кстати говоря, вот здесь вот нас начали атаковать. Вау. Ну, что я могу сказать вам? Удачи. Они, конечно, нас вот видите здесь кое-как пробивают. Но это же супер дорого для них. У нас потери всего сколько-сколько? Смотрите, нет альянса, да? 167 тысяч. Хотя здесь уже 1 миллион. Тут еще какие-то потери. Но от нас здесь нету, они воедут другими людьми. В общем-то, да. В общем-то, удачи с такими потерями побеждать. Ну, и мы готовы здесь тоже двигаться вперед. Сейчас мы закончим здесь. Пойскаты до границы. И можем, в принципе, уже начинать. Авиация, как обычно, уже на позициях. Получилось как-то не очень удобно. Вот здесь вот у них были проходы. И они сейчас начнут здесь меня душить. Ой, только не война в Амазонке. Господи, помилуй. Только не это. Я так ненавижу здесь воевать. Здесь снабжение всегда ноль. Но что поделать? Надо пойти их выбивать. Ну, как вы можете заметить, у нас население растет быстрее, чем мы его трасим. Так что армия у нас, да, только новые появляются. Это по двум статьям. Во-первых, они просто плодятся настолько быстро. Потому что их столько много. Во-вторых, мы просто захватываем новые территории. А все территории это наши национальные территории. Так что со всех территорий мы получаем все население, фабрики, ресурсы. Все, что только можно. У нас, кстати говоря, ядерки набираются потихоньку. Но я их не сильно спешу тратить. Мне как-то пока и не интересно. Вот эти ребята, кстати, африканские. Молодцы. Сами потихоньку. С поддержкой, конечно, нашей авиации. Но тем не менее. Правляются. И защищаются от каких-то дополнительных вторжений. И пытаются потихоньку отбивать свои территории. Я думаю, у них в один момент получится. А мы сейчас тоже им поможем. Нашей армией вот с юга. А тут, тем временем, была спасена еще одна страна. Перу. Едем на Боливию. Ну что ж, я думаю, можно пока что чуть-чуть остановиться. На этом и закончить серию. Мы очень активно спасаем весь мир. И я думаю, в принципе, в принципе, учет за то, что я билю войну просто всей Африки. Через некоторое время я билю войну, в принципе, здесь. Семь, когда у меня как-то фронты, ну, стабилизируются. Потому что очень как-то неудобно будет туда-сюда бегать. Надо как-то постепенно-постепенно очищать, спасать, так сказать, знаете, планомерно, красивенько, так вот, в одну сторону, потом в другую. Чтобы не было каких-то микровысадок и было приятно играть. Вот. Ну, с вами был был Дугай. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, твич, дискорд, ребята. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока.